Популяризация лепшего опыта и удосконаливание перспектив развития приватного бизнеса. На Гомельщине проходит областный этап республиканской акции «Тдень предпринимательства». Сегодня представители регионов ознайомились с достижениями Лельчицкого района. Об тем, что уразило, сюжет Олега Сенчерова. В туристическом бизнесе Любовь Каннеева три года начинала с того, что перебудовала дом прадеда и добро упорядковала приезжую территорию, а прочатого с дозвола местовой улады выпустила в водоем некакие виды рыбы. Зараз плануя открыть еще одну агросадебу, ориентованную на семейный отпочинок бизнес, приносит не только моральное задовольнение. Самое главное, что мы пытаемся сделать и мы делаем, это семейный отдых. Когда приезжают с детками, с бабушками, мамы занимаются своей красотой в бане, папы рыбачат, детки играют на площадке. Вот такой вот просто семейный тихий отдых. У развития приватного бизнеса Лельчицкий район у лику лидеров. Тут нема буйных витпочистов, а тому организация самозанятости населенства для местовых органов улады сирот приоритетных задач. Есть тут еще один плюс. У оборот утягиваются объекты майомысь, которые ранее долгий час не выкористовываются. В населенном пункте Букче, это средний населенный пункт, в настоящее время приобретен нежилой дом, который реконструируется. Обеспечены элементы благоустройства, и в ближайшее время будет открыта торговая точка. Развитие приватного бизнеса в Лельчицком районе становочным членом отбивается и на экономичных показчиках региона. В минулом году 35% районного бюджета складывали поступления от деятельности малого и среднего бизнеса. В целом по Гомельской области этот показчик больше низкий, а я демонструю стабильный рост. Порядка 20% всех поступлений в бюджет за прошлый год – это поступления от малого и среднего бизнеса. Чтобы было понятно, много это или мало, фактически каждый пятый рубль зарабатывается в этом секторе экономики. Сегодня могу сказать, что по итогам прошлого года у нас зарегистрировано 710 новых предприятий. Еще одна тенденция пошних готовок. Предпринимательники еще больше активно занимаются ниже в реальном секторе. Большим, когда работа гандлевых кропок ориентована на местовое население, то предприемства часто имеют экспортную накированность. Сегодня 40% предприемств малого и среднего бизнеса в Гомельской области занимаются вытворчивостью продукции. Причем это не некие маленькие майстерни. Хоть это древо-процессовное предприемство, например, поставляет свою продукцию в Китай и краины Балты в дальнейших планах поширения творчества, засвоения перепроцессовки дикоросных грибов и ягод. Параганально новой накирующей предпринимательской деятельности – оказание медицинских послуг. Отповедный центр в Удельчицах просовывал всего 4 месяца и за этот час тут провели больше 2000 ультрахуковых доследований. От формирования идеи до практичной реализации проекта прошло 10 месяцев, але, як признаются сами предпринимательники, без допомоги райву конкама, этот термин был бы больше значный. Если бы мы делали это сами, наверное, эти 10 месяцев продлились бы еще и надолго. Но так как свои планы мы скорректировали и ознакомились с местным исполнительным комитетом, нам были сделаны, оказана помощь в подборе помещения, помощь была в оформлении документов по помещению. А не все задерживать, только от местовых уладов. На одном из недавних посаджений у Совета по развитию предпринимательства президент Республики Беларусь обмерковались и миры по оказанию материальной допомоги беларусам, які вы решили открыть уластный бизнес. Кончатковое решение, якщо не принято, але работа уготам на керунку протягнется. Допустим, даже в той же Польше или где-то там выдает начальный капитал для бизнеса. У нас этого капитала, к сожалению, нет. И для того, чтобы человек вырос сам, начал развиваться, ему нужны какие-то средства, кроме законов, ему нужны средства. Предприниматель Валентин Бутковский доброведомый не только в Улическом районе. Свою деятельность починал больше 20 годов тому. Зараз в списке послуг агротуризм, громадское харчевание и его творчество вырубов с граниту, бетону и металлу, не оглядите на засягнутые объемы, споняться не сбирается. Зарубленные сродки будут укладываться у створения новых предпринимств. Сегодня постоянно технологический, что-то появляется новое. И в этом году планируем сегодня освоить цветную печать на камне. Сегодня есть много других технологических задумок. В этом году будем строить, сейчас уже заказали оборудование, еще один небольшой цех по камнеобработке с учетом перспективы Лужковского гранита. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель», Леджевский район.